Это дело в ноябре 2012-го протрубило на всю страну. 200 столичных сотрудников, включая следователей и оперативников, прибыли в Петербург, чтобы провести масштабную операцию. В здании комитета по энергетике, в офисах подрядных организаций прошли обыски. Задержали, а затем отправили в Москву не только бизнесменов Алексея Муравьева и Андрея Каткина, но и чиновников, экс-главу профильного ведомства Олега Тришкина, руководителя управления заказчика Константина Мосина. Эксперты были в недоумении. Преступная схема оказалась на удивление простой. Заменой труб, тепло- и водоснабжения по поручению комитета по энергетике занималось государственное учреждение управления заказчика. С ним были связаны еще две компании – Руструбпром и Петроком. Первые закупали бывшие в употреблении трубы, очищали их от ржавчины, покрывали изоляцией. Вторые закапывали эти трубы под видом новых. Таким образом, было отремонтировано 600 километров тепломагистралей. Первые результаты такого сотрудничества чиновников и бизнесменов в буквальном смысле вырвались на поверхность в феврале 2012-го. Тогда без отопления и горячей воды осталось 600 домов Колпина. Люди замерзали в квартирах при 25-градусных морозах. Аварийные бригады работали круглосуточно. Вице-губернаторы вместо Смольного начинали рабочий день с Колпинских улиц. Но трубы продолжали и продолжали лопаться. Позже такие же опасные точки, но уже с помощью следователей, были выявлены в других районах Петербурга. А городской казне, по предварительным подсчетам, был нанесен ущерб в 3 миллиарда рублей. Обнаружили, к сожалению и к удивлению, что в том числе прорывы происходили и на участках, которые недавно были отремонтированы. Когда стали глубоко изучать причину, то обнаружилось, что, к сожалению, были положены трубы некондиционные. Проводить экспертизу доверили не местным, а столичным специалистам. В Петербурге вскрывали асфальт, вынимали трубы и отправляли в Москву. Но потом в громком деле что-то пошло не так. Через год уже говорили не о 3 миллиардах рублей, а о 50 миллионах. Сегодня сумма ущерба – это всего лишь 1 миллион 300 тысяч рублей. Олег Тришкин вышел под залог и был переведен в ранг свидетеля. Андрей Каткин пошел на сделку со следствием. В итоге к лету 2016-го дело кое-как передали в суд, разделив его на две части.